Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Кирилл Политов. Здравствуйте. Далее коротко о главных темах выпуска. Испытания морозами. Когда появится вода в домах жителей Барнаула и почему рвутся коммунальные сети? Поезд мчится с крыжища. Уроки жизни или почему дети Новоалтайска уже пять лет добираются до школы по рельсам? Ну и все мы в ней актеры, как бизнесмены становятся артистами театра. Не выдерживают морозов. Едва на Алтай пришли серьезные холода, как тут же обострились проблемы в коммунальной сфере. Сегодня в Барнули почти одновременно жители поселка Южно остались без тепла, а значительная часть района индустриальной без воды. Закрыты детские сады и школы, а температура в квартирах начала опускаться. Это, пожалуй, самые впечатляющие последствия одной из двух масштабных коммунальных аварий. Полотно на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова в одночасье стало напоминать приличное по глубине озеро. Дорожные службы как могли вычерпывали воду, которая тут же застывала на 20-ти градусном морозе. Движение пришлось перекрыть. Город встал в пробках. Пока одни пытались устранить результат порыва, другие искали этот порыв. Ситуацию осложнял поток воды. Пришлось откачивать. На это ушел целый день. По количеству мы не увеличиваемся, но по значимости да. То есть, по крайней мере, если брать предыдущий отопительный сезон, таких повреждений, захватывающих значительное количество людей, которым прекращена подача коммунального ресурса, конечно, в этом году у нас их больше. Вместе со специалистами Барнольского водоканала этой ночью словно по команде были подняты коллеги из компании «Энергетик». 18 человек направили вот сюда. Буквально в двух шагах от проходной завода «Ротор» разорвало трубу, которая проложена под землей до поселка Южного. 244 объекта оказались на грани замерзания. Это жилые дома, школы, детские сады, больницы. Сложность в том, что произошло это в темное время суток. Это первое. Второе, что наружная температура, она 24 градуса. У нас предыдущее повреждение было 12-8 градусов. А сейчас, видите, 24. Ну, это еще не запредельно, но тем не менее. Авария на улице Малахова оказалась куда серьезнее. К обеду несколько кварталов индустриального района удалось подключить к альтернативной сети, в другие подвозят воду. Вот только, как рассказывают жители, помощи пришлось подождать. Время сейчас полтретьего, с 10 часов нет воды. Подвоза воды никакого нет. Когда страхически быстро исчезает из полок магазинов, вода уже в маленьких объемах. В администрации сказали, звоните в водоканал. В водоканале поясняют, что социально значимые объекты только вода подвозят, что обычным жителям, наверное, не нужно воды. Ждите звонка, звонков никаких нет, ничего нет. Ближе к обеду квартиры жителей Южного стали наполняться теплом. Аварию полностью удалось устранить. Другая часть Барнолла по-прежнему без воды. Дать воду обещают к концу дня. Аварии на сетях такого масштаба стали первыми в новом году и, судя по тенденции, далеко не последними. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости. Конкурс перевозчиков в Барнауле проведен с нарушениями. Вот к такому заключению пришли члены комиссии антимонопольной службы, которые признали обоснованной жалобу пассажира-перевозчика «Газтранс». Компания обратилась в Уфас после проигрыша городского конкурса на три маршрута – 33, 77 и 121. В марте перевозчик будет обязан уступить место новой, никому неизвестной фирме. По мнению сотрудников «Газтранс», результаты конкурса были сфабрикованы. Сотрудники антимонопольной службы провели проверку и установили. Нарушения в конкурсе допустил как комитет по транспорту города, так и сама комиссия. По словам замруководителя краевого отделения ФАС Сергея Скорика, положение о конкурсе было составлено некорректно. И вот в результате возникла правовая неопределенность. В частности, не указаны дополнительные документы, которые перевозчик мог бы предоставить. Кроме того, в положении не прописано, нужно ли к моменту проверки устанавливать в салонах авто дополнительное оборудование или достаточно лишь договора о намерении это сделать. Этот пункт и стал решающим ситуацией с «Газтрансом». В компании закупили видеокамеры, автоинформаторы и бегущие строки, но не успели их подключить. «Было принято решение о выдаче комитету по транспорту города Барнаула предписания об аннулировании конкурсных процедур, а также о принятии мер, направленных на прекращение действия свидетельств, выданных обществу «Транслайн» по результатам данного конкурса». Впрочем, исполнение решения, скорее всего, затянется. Об этом можно судить по истории другого перевозчика Антона Еньшина. Его по итогам такого же городского конкурса лишили права обслуживать маршруты 18-58 полгода назад. ФАС также встал на сторону компании, но городской комитет с предписанием антимонопольщиков не согласился. Чиновники обратились в суд, а пока заявляют в мэрии, решение у ФАС не является причиной для отменов итогов конкурса. Под товарными вагонами и по хрупкому мостику привеком на учебу. Вот такой путь за знаниями ежедневно преодолевают школьники микрорайона «Раздоле» в Новоалтайске. Почему дети на протяжении пяти лет рискуют жизнью и какие пути предлагают власти, выясняла наша съемочная группа. Каждый день по четыре километра. Это сейчас мостик не вызывает опасений. Но когда начинается паводок, конструкция наполовину погружается под воду. По-взрослому рассуждает четвероклассник Егор. Тогда приходится пробираться сверху по железной дороге. Рядом поезда. Таким нелегким путем дети добираются до школы вот уже пять лет. В том числе по частному сектору, где ни тротуара, ни света. Раньше они обучались в школе номер четыре, которая была недалеко от домов, но ее закрыли. Мало учеников. Теперь детей перевели в другую. Но показать весь маршрут ребенок не успел. Дорожники в грубой форме запретили нам снимать. Стратегический объект опасно. А детям ходить можно. Все давно привыкли. Родители возмущаются не первый год. Если нельзя вернуть прежнюю школу, за пять лет она превратилась в развалины, то просят предоставить хотя бы автобус. Местная администрация согласия не дает. Микрорайон Раздолье отдельным поселком не является. Поэтому детям выдали проездные на обычный транспорт. Здесь мы имеем город Новоалтайск. То есть нет территориально выделенной единицы. Администрация города Новоалтайска выбрала вот такой путь обеспечения транспортной доступности детей в школу. То есть путем предоставления социальной льготы на компенсацию проезда. Вот только система проездных проблему не решает. Транспорт по этому маршруту ходит раз в 30 минут. Более того, автобус маленький, в час пик школьники попросту не вмещаются. Зимой машины часто ломаются и ждать приходится еще дольше. Бывает одна газелька ходит вместо двух положенных. Более того, у нас газелька, вот мы уже неоднократно писали, когда в администрацию обращались. Мы писали о том, что у нас ребятишки как бы заканчивают как раз образовательный процесс в школах. Именно в момент перерыва нашей вот как раз единственной семерки. Большой общественный резонанс после освещения проблемы в соцсетях привлек внимание правоохранителей. Делом заинтересовался Краевой следственный комитет. В рамках профессиональной проверки предстоит выяснить причины и условия, по которым дети ежедневно подвергают свою жизнь опасности. Кроме того, будет дана юридическая оценка бездействия должностных лиц администрации города. А пока Егор каждый день преодолевает свои 4 километра на пути к знаниям. Главное не подскользнуться. Евгения Одаровская, Ирина Харитон, Александр Антропов. Наши новости. Ежедневно в отделы полиции края поступают от 3 до 10 сообщений о мошенниках. Обращаются пострадавшие люди, которые откликнулись на просьбу помочь или занять денег. На днях сообщение из разряда «Одолжи верну» пришло и нашей коллеге Елене Кузовкиной, причем от хорошей знакомой. Как не стать жертвой мошенников и можно ли в случае чего вернуть свои деньги, расскажем прямо сейчас. Привет! Есть 5 тысяч? Завтра верну. Такое сообщение пришло от нашей коллеги Татьяны Гладковой. Рассылка была сделана практически всем, кто есть у нее в ВКонтакте. Понятно, что Татьяна к этой переписке не имеет никакого отношения. Орудовали мошенники. Вроде написала, что простите, меня взломали, сделала общий пост, посмеялись, полайкали и все. Но чуть позже до меня дошло, что на самом деле это не такая уж и веселая ситуация, потому что кто-то же действительно мог в это поверить и мог перевести деньги. Некоторые адресаты пытались с псевдо Татьяной вступить в переписку, заявив, что деньги есть и не прочь и должить. Тут же мошенники присылали номер карты одного известного крупного банка. Как правило, говорят правоохранители, действуют преступники на расстоянии, базируясь в Петербурге, Москве или даже за пределами России. К сожалению, на уже известную схему многие до сих пор ведутся. В основном это люди пожилого возраста. С возрастом уровень, скажем так, критичности, восприятие информации, он снижается. Люди доверчивые, люди беспомощные. И за сегодняшние, по-моему, сутки в сводке есть информация, когда женщина перечислила 90 лет 21 тысячу злоумышленникам на подобное сообщение. Проверка проводится в перспективе возбуждения уголовного дела. В случае, если списание денег с вашей карты происходит без вашего ведома, вполне реально собственные средства вернуть. Для этого необходимо сразу же обратиться с заявлением в полицию и в банк, говорит главный эксперт отдела безопасности и защиты информации регионального отделения Центробанка. Но если вы собственноручно перевели кругленькую сумму, не убедившись, кому именно пытаетесь помочь, то пиши пропало. Хотя по номеру карты адресата специалисты могут определить ее владельца. Но здесь опять же возникает такой вопрос в том, что карту выпустили на этого человека, могли эту карту у него украсть, могли за какое-то вознаграждение он ее мог передать другому человеку. То есть мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что вот этот вот человек именно пользовался картой и он мошенником является. Но хотя он при этом может попасть в уголовное дело как соучастник преступления. И еще во многом мы сами помогаем мошенникам нас разводить. Взломать личную страничку в социальной сети несложно. Пользуясь интернетом в течение дня мы переходим по всевозможным ссылкам, посещаем непроверенные сайты, которые автоматически поглощают нашу личную информацию. Так получилось и с Татьяной. Она восстановила страничку, придумала сложные пароли и на всякий случай предупредила друзей и знакомых, что если и пытается взять в долг, то лично в руки. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Первую в истории больницы троюню выписали сегодня в Краевом клиническом центре охраны материнства и детства. Большой центр на 670 мест начал работу в этом году. Трое малышей появились в семье Сорокинах. У Ивана и Елены уже есть дочь Арина. Ей 2,5 года. Пара хотела завести второго ребенка, а теперь детей в семье четверо. Ирина, Алина и Даниил родились 17 декабря. Семья до сих пор приходит в себя после такого тройного счастья. Когда жена позвонила, все в слезах и сказала, срочно приезжайте к нам. Я схватил старшеньку, свою дочку, мы приехали, и она показала анализ УЗИ, что там показалось тройное. Ну, мы, конечно, в шоке были. Самое первое, это, конечно, страх. Страшно. Все-таки, как это, во-первых, и беременность страшная, потом, как это будет. Потом уже как-то поговорили с мужем, осознали, что все-таки трое – это здорово, а четверо – это вообще замечательно. Да, да. Режиссеры, артисты и жюри спектакли обещают, этот сезон большой сцены будет фееричным. Владельцы бизнеса, топ-менеджеры, общественники, журналисты. Перед вами участники юбилейного сезона большой сцены. Все они хотят испытать себя в актерском амплуа. Работать с ними будут профессиональные режиссеры, среди которых заслужен работник культуры РФ Леонид Черкашининов. Студенты, ты их отбираешь на экзамене, кого-то отсеиваешь, кто-то прошел. А здесь же не отбираешь, ты выбрал. И вот то, что ты взял, ты должен попробовать размудить в человеке того зверя, который в нем спит. Юбилейный сезон пройдет при поддержке Комитета по культуре города. Уже известна дата премьеры – 18 апреля. Участники выйдут на сцену Дворца культуры Барнаула, обновленный зал которого рассчитан почти на 800 мест. И движение сцены, и огонь, дым, пыль, вода – все, что пожелаете, пожалуйста, на этой сцене может быть. Самим участникам интересно проследить, какими они пришли и какими уйдут с большой сцены. Ведь это не просто проект, а колоссальный опыт. За четыре сезона в этом убедилось более 80 человек, которые приняли участие в проекте. Кто-то из них возвращается на большую сцену спустя несколько лет. Я, наверное, соскучилась по большой сцене. Надоело мне смотреть со зрительного зала. Я решила снова пойти на преодоление себя, потому что однозначно это преодоление себя. Еще одна задача проекта – благотворительная. Часть средств, вырученных с продажи билетов, организаторы пожертвуют на благие дела. А пока режиссеры работают над сценарием. Каким будет спектакль – держится в секрете. В ближайших выпусках мы раскроем все тайны пятого сезона большой сцены. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность без осадков. В Рубцовске, Олейске и Змейногорске – минус 25, до 30 градусов Заринске. В Барнауле без осадков ночью до минус 33, температура днем – 27 градусов мороза. Утепляемся. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежней – 722-440. У меня на этом все новости. До встречи. Продолжение следует...